Поджечь траву этому мужчине не составило труда, но остаться инкогнито не вышло. Пиромана запечатлела камера видеонаблюдения на доме Менделеева-23. Все думали, что возможно это дети бегали, игрались, но по архиву увидели, что это был взрослый мужчина, который ехал по полю, остановился, поджег и дальше поехал. Пока поджигатель скрывался дворами, пламя расползалось по пустырю. Быстрому распространению способствовал сильный ветер. Огонь уже начал подбираться к припаркованным автомобилям. Огнеборцам пришлось спасать имущество горожан, сбивая пламя своей спецодеждой. Спасибо большое нашим пожарным, сотрудникам МЧС, которые оперативно приняли меры и делали под контроль пожар. Так как там действительно очень большие языки пламени двигали в сторону автомобилей, которые могли пострадать благодаря этому мужчине. За последние несколько недель тушить сухостое мусор пожарным пришлось уже около 70 раз. Напомним, что на прошлой неделе горели поля у корабельной рощи и рядом с улицей Гайнулина. Как отмечают специалисты, все эти возгорания происходят по вине человека. Основные причины подобных возгораний являются поджог, неосторожное обращение с огнем, также детская шалость. Хотелось бы напомнить, что у нас с 26 апреля по 16 мая на территории Республики Царстан введен особый противопожарный режим. В случае выявления нарушителей в период данного режима предусмотрено административное наказание. На граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. В случае, если в ходе неосторожного обращения с огнем сгорят постройки или другое имущество, предусмотрена уголовная ответственность. Пиромана, который поджег сухую траву на Менделеева, пока не нашли. Полицейские сейчас введут его розыск. За свой поступок ему придется заплатить штраф. Вера Муратова, Рафаэль Ракейпов, Новости НТР.